Приветствую вас, я прочитал вопрос, который вы задаете, и поскольку как такового даже вопроса у вас в тексте нет, т.е. вы просто пишете вещи некоторые определенные, пишете в два момента, что мужчина постоянно на вас обижается, постоянно требует от него, чтобы вы были кем-то, кем вы не являетесь, и, собственно, ведет себя эгоистично и постоянно направляет ваше внимание на себя. В этой ситуации можно сказать вам только то, что происходит. Происходит следующее, мужчина, осознанное или нет, вами манипулирует. Происходит то, что мужчина по сути дела неуверенный в себе человек, и эту неуверенность он переносит на вас. Вместо того, чтобы как-то успешно бороться с ней, например, самостоятельно. Мужчина вас, к сожалению, не любит. Он, может быть, думает, что любит вас, но в действительности он использует вас для своих целей, использует вас для своих желаний и, к сожалению, не более того. Потому что, ну, объективно, я надеюсь, вы понимаете, что любить человека можно только тогда, только в том случае, если пытаешься сделать его счастливым, но мужчина не пытается сделать вас счастливым, и, напротив, всячески причиняет вам бой. И не совсем понятно из вашего сообщения, было ли так всегда или стало после какого-то периода времени, но в любом случае, даже если так стало сейчас, все равно непонятно, почему вы все это терпите и ради чего. Вот это тот вопрос, на который вам на самом деле нужно ответить. Ради чего вы терпите все то, что сейчас с вами происходит. То есть, если вы думаете, что молодой человек, например, изменится, или, если вы думаете, что он однажды поменяет свое к вам отношение, то, как минимум, это несколько торгов на реальности, потому что он не изменится до тех пор, пока его такое поведение ему выгодно, пока такое его поведение приносит ему результат, а результат этот, к сожалению, не что иное, как разборки. И вам нужно для себя понять, какое вы занимаете место в этих отношениях, чего вы хотите от этих отношений, от мужчины, ради чего вы, собственно говоря, с ним. И вот если вы ответите себе на эти вопросы, если вы поймете, для чего вы с этим человеком, что вы хотите от него получить, что он вам такого дает, что заставляет вас терпеть вот это вот совершенно невообравимое, неприемлемое обращение с собой, то вам станет понятно, что же вас, собственно говоря, держит. И когда, если вы сможете это понять, то ситуация вам будет гораздо легче для понимания, гораздо легче вам будет для себя определить, почему вы терпите все вот это вот поведение по отношению к нему, по отношению к себе, точнее. Вообще говоря, вообще говоря, я бы вам заметил бы еще и так, что вы сами из-за того, что вот, ну, знаете, видимо, в чем-то, в контексте этого мужчины на протяжении 5 лет, вы вновь и вновь живете в этой ситуации. И понимаете, вся проблема заключается в том, что вас кто-то удерживает в этой ситуации. Вся проблема заключается в том, что, вообще-то говоря, вообще-то говоря, обычно, обычно бывает так, что человек, когда видит какие-то вещи, что не отвечают его, ну, например, представлениям о них или угрожают, несут что-то дурное ему. И человек обычно пытается избежать этих моментов. Но у вас этого не происходит, и отсюда можно сделать вывод, что инстинкт самозахоронения по какой-то причине у вас не работает. Заработать вы можете только по той причине, что вы нацелены на удовлетворение определенных потребностей. Именно направленность на удовлетворение определенных потребностей по сути делает вас зависимой от этого человека и не позволяет вам общаться с ним, позиционировать себя как полноценного партнера в отношениях. Прежде всего, мужчина почему-то считает, что имеет право вас манипулировать и вытирать об вас ноги. Вы можете ему совершенно точно, вот именно по отношению к нему, сказать такую вещь, что вы его любите, вы хотите быть с ним, но в той форме, в которой он сейчас, например, с вами общается, вы не можете этого сделать, потому что это разрушительно сказывать на вас и вы чувствуете, как ваша нервная система и ваша психика очень быстро начинает давать сбой. Соответственно, вы можете сказать мужчине, что если он хочет быть с вами, то ему нужно обязательно для себя внести какие-то изменения в свое поведение. Если он этих изменений не внесет, не сделает, то вы с ним не будете, потому что ощущаете или чувствуете, что отношения такого типа, в такой форме ни к чему не приведут. И вам нужно далее своим поведением последовательно показывать ему, что вы как бы придерживаетесь этого взгляда и других вещей, других точек зрения альтернативного развития событий вы не приемлете. Если вы сможете это сделать, если у вас нет блоков на пути достижения этого, то тогда можно сказать о том, что у мужчины будет выбор. Либо он как-то начнет делать что-то, чтобы исправить ситуацию к лучшему, если поймет, что может вас потерять. Либо он не будет делать ничего, и тогда можно говорить о том, что он действительно вами не дорожит и не любит, а только лишь использует, особенно или нет, и вследствие чего отношения с ним для вас совершенно бесперспективны, и вы держитесь за них только потому, что вам в этих отношениях что-то нужно. Понимаете, если вам действительно что-то нужно в этих отношениях, то вам желательно бы получить это самостоятельно, не через мужчину, потому что подобное поведение, то есть вот такое поведение, которого вы придерживаетесь на данный момент, сейчас, оно, к сожалению, как вы можете видеть, вам только лишь вредит, и из-за того, что оно вам только вредит, ничего, ничего хорошего, а лишь только приносит боль. К сожалению, по вашему сообщению, а также по информации, которую вы предоставили, можно судить о том, что длится подобное уже достаточно долго, больше одного года, а именно пять лет, как вы пишете, и из-за того, что это достаточно долго длится, можно сказать о том, что, скорее всего, самостоятельно из этих отношений выйти вы не сможете, так как у вас выработалась зависимость от него, от молодого человека, и вам самостоятельно будет с ней справиться очень и очень тяжело. Чтобы это сделать, чтобы правиться самостоятельно, вам нужно работать над собой, вам нужно работать над своим личностным ростом, чтобы, как бы, ну, стать независимой от мужчины, чтобы для себя сделать неприемлемым такое вот поведение, которое вот сейчас придерживается ваш молодой человек по отношению к вам. Если вы сможете это сделать, если вы будете работать в тех направлениях, которые я вам сказал, да, то есть проанализируйте свои желания, проанализируйте свои потребности, и, собственно, сделав это, научитесь удовлетворять их как-то вот отдельно от мужчины, если вы сможете это сделать, то тогда можете говорить о том, что вы действительно справились с этой зависимостью, и вы сможете из нее выйти. Но, к сожалению, как показывает практика, человек, находящийся в вашей ситуации, довольно редко может сам из нее выйти, довольно редко может справиться с ней сам, просто потому что слишком тяжело менять привычную модель поведения на не совсем привычную, в результате этого могут быть определенные проблемы. Пожалуй, на этом можно закончить. В принципе, я рассказал вам суть вашей проблемы, хотя вопроса как такового вы не задаете, но я понимаю, примерно в чем вы хотите помощь получить от психологов, и именно потому что я понимаю, я вам рассказал, как нужно действовать. Это время, это, безусловно, потребует от вас определенного усилия, определенных затрат, но без этого не получится, вообще говоря, как-то изменить ситуацию, потому что вам нужно понять, главное, мужчина менять не будет ничего, потому что ему как раз таки все нравится. его устраивает то, как вы сейчас живете, ему нравится, как что-то обстоит, и менять ее, значит, лишать себя каких-то вещей, а этого делать он не будет, просто потому что человек не настроен делать что-то себе во время. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Хочу пожелать вам упорство, терпение, хочу пожелать вам настойчивости в достижении своих целей, и хочу пожелать вам независимости в отношениях, чтобы вы, немотря на то, что вы считаете себя сильной, все-таки могли быть слабой в отношениях с мужчиной и занимать то место, которого вы достойны. Но для этого требуется работа над собой, и в первую очередь, это опираничение себя от человека, создание границ личных, куда не было бы доступа ему и кому бы то не было еще, а также четкое понимание того, что вы хотите, куда вы идете, кто вы, и доверяете ли вы своим желаниям. Потому что если бы вы на данный момент своим желаниям доверяли, то, наверное, вы бы уже давно расстались с этим молодым человеком, который ничего хорошего вам не несет. А раз вы своим желаниям не доверяете, значит, вы в чем-то не уверены в себе, и вот в этом и грозится ваша основная проблема и корень зависимости от мужчины. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok